Я очень долго называла как два ATEEZ, сопротивлялась красивости звучания, а сейчас мне оно очень даже нравится. Подходил пятый год обучения в университете и нужно было решать, чем заниматься по жизни дальше. И решили попробовать себя в дизайнерстве, каким образом сделать партию, так скажем, футболок с принтами. И параллельно с этим мы их модифицировали в фотошопе, добавляя какие-то рамки, фильтры, делая коллажи. Собственно, попробовали сделать первую дизайнерскую коллекцию принтов. Мы постоянно сталкивались с проблемой нехватки футболок. Футболок все время не было. И мы принимаем заказ, едем в магазин, а футболки нет. Что делать? Так пришла в голову идея отшивать футболки самими. Спустя год работы мы решили сделать сайт-конструктор, чтобы человек заходил на сайт и сам конструировал себе изображение футболки, чтобы он мог его обрезать, вставить текст, фильтры наложить, делать коллаж. Как, собственно, то, чем занимались мы? Мы всегда набирали команду очень хороших профессионалов. То есть, по сути, мы выступаем в качестве организаторов работы, подбирая себе конструкторов, шпей. Мы ищем какие-то очень качественные подряды и в итоге мы получаем продукты. И у меня было какое-то понимание фэшн-индустрии нашего города. Я знала сегмент конкурентный, я понимала, где есть дизайнеры, каких нет, как они работают. В общем, как-то в этом деле разбиралась. Ну, а Даша, она подруга. То есть, я её знаю сколько? Ну, уже давно, с класса 8-го. Ну, то есть, лет 10 я точно знаю, и как-то вот так получилось, что я узнала, что... Да, я ищу в себе работу в связи с тем, что мне захотелось развиваться больше личностно. Короче, мне нашей компании повезло встретить её в этот период времени. И, собственно, как раз таки с июля, ну вот... С августа июля. Да, где-то так. Я присоединилась к компании, и мы начали развиваться уже как-то вот вместе и меняя формат. Я помню, у Даши было условие, когда она начинает приступать к работе. Она говорила, Алина, мне нужен стол, стул и компьютер. А у нас не было ничего этого. То есть, вложения. Опять же. С этого момента началась наша так называемая офисная жизнь. Как говорится, во-первых, любое дело начинается, прежде всего, наверное, со стола. Вот, серьёзно. Вот с этого момента я могу сказать, что у нас началась именно как работа-работа. Плюс ко всему у меня тогда ещё были очень свежие контакты от людей, которые работают в данной сфере. И нас пригласили на первый показ. На тот момент нас было трое. Мы собрались у одной из девочек дома, сели и начали рисовать. Но сам факт, что мы сделали коллекцию за один вечер из, по-моему, семи или восьми луков. За неделю мы набрали моделей, нашли бесплатных моделей, бесплатного визажиста. Визажиста, фотографа. Все, друзья. Мы подходим ко всему максимально креативно, а с июминкой. С нашей июминкой мы же всё-таки дизайнеры правильно придумываем. Собственно, пример на мне – это юбочка с клиньями. Это, казалось бы, классика, но при этом необычная. Если это рубашка, то она немножечко оверсайз, потому что мы любим вещи оверсайз. Наши клиенты любят вещи оверсайз, когда они в облипку всё, а немножечко свободно. Если это пальто, то это пальто трендового фасона, назовем его халат. То есть оно не стоит, оно аккуратненько лежит. Куда это можно надеть? Это можно надеть на работу, в офис, вечером на вечеринку. Мы стараемся создать такие вещи, которые можно надеть утром, днём и вечером, разбавив различными аксессуарами, и получится идеальный лук, как я уже сказала, на любое время дня и ночи. Многие говорят, что деньги – это решающий капитал в создании бизнеса. То, скорее, нет. Если у тебя есть желание, амбиции и время, ты можешь найти эти деньги. То есть чем больше у нас потребностей, тем больше мы находим либо инвестиций, либо получаем какой-то прибыли-выручки, и таким образом мы можем её далее внедрять в следующие проекты. Каждому человеку необходимо бороться с повседневностью, потому что повседневность – это та яма, куда тебя затягивает, и ты постоянно должен делать что-то новое, развиваться. И здесь мы передаём идею именно своей компании, именно своё стремление каждый день к чему-то новому. Мы интерпретируем тренды, которые даёт нам фэшн-индустрия под своим каким-то углом. Да, как и любой дизайнер. Как и любой дизайнер. Невозможно изобрести колесо сейчас. Именно поэтому каждая наша коллекция, она что-то немножко глубже, чем просто коллекция одежды. Мы за то, чтобы люди, которые не наши клиенты, не наши клиенты, чтобы во время пользования нашим продуктом они проявляли свою индивидуальность. Любую вещь из четырёх коллекций можно замиксировать так, что у вас появится абсолютно какой-то невероятный образ. И наше любое участие в любом проекте, в первую очередь мы хотим сработать на имиджевые составляющие, показав именно свою идею и пронеся вот своё отношение к жизни, свой стиль работы. И люди, когда это видят, они говорят, ой, это мне очень близко. Вот, мы с этого октября открываем магазин в Санкт-Петербурге. Изначально мы, конечно же, хотели сделать монобрендовый бутик нашей марки, а потом мы думали, а нет, сделаем по-другому. От интерьерных, светильных дощечек и вообще разных вещей до, собственно, белья, керамической посуды и аксессуаров. Проект мы постараемся сделать необычным, интересным. Принципиальное отличие в том, что все бренды, которые мы привозим в Санкт-Петербург, на данный момент их там нет. Интерес жителей именно Санкт-Петербурга будет заключаться в том, что они увидят абсолютно новый продукт, который до этого они не встречали в своём регионе. Редактор субтитров А.Стру Т.Грех Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...